Ирина, дорогая моя, 5 минут твоей славы, я тебе даю прямо их. Оксана, я тебя благодарю. И вот ты сейчас сказала, что мы с тобой по-другому. Есть такое, не знаю, мнение, присказ, поговорка, что, ну, типа, хочешь потерять друга, построить с ним бизнес. Я понимаю, что у нас происходит обратно. То есть наши партнеры, коллеги, наша команда, они, наоборот, становятся нашими друзьями. И я очень рада, что объединяет, сближает нас наш проект и компанию «Фиберли». Люблю тебя. Немного обо мне. Меня зовут Ирина Перемечева. Я живу в городе Кирове. На одной улице Саня Конанвей. Нас разделяет совсем немного. И вот, один раз, я сейчас почему-то вспомнилась эту ситуацию. Когда в каком-то чате что-то обсуждали. И что-то там такое написали, что растут в «Фиберли» только те, которые либо родственники у Конанвых, либо их подруга Ирина. Например, там бы. Я так читаю и думаю, товарищи, ну, а кто вам мешает стать подругой, а не Конанвей? Ну, как бы. А не открыто для общения абсолютно с каждым. Я сейчас нахожусь с вами старший директор. В компании я с девятнадцатого года. У меня с цифрами, справа-левая у меня вот эта. Вот. И еще хочу, знаете, что сказать? Вот ты говорила про марафоны и про Телеграм, да? Кто на «Фиберли» есть еще, не был на моем марафоне. Сходите. Там пока Максим не убрал обучение, да, вот это. Многие меня просили уже обновить, что вышло много новой информации. Давай сделаем второй поток. Если поддержите. Я знаю, что я не сделаю. И что я хотела сказать. Вот проводя этот марафон по Телеграм, к первому вебинару я прям реально готовилась. Я выписывала себе вот планы. Я сегодня говорю, у меня всегда есть план. Все четко, все по полочкам, раз, два, три, четыре. И я веду этот вебинар, и я понимаю, что ну все, вообще идет мне по моему плану. Ну как бы что, я хотела, задаю вопрос, еще что-то происходит. И у меня такое прям вот сейчас, да? В общем, больше я никогда не готовилась на этом марафоне. Пришла и рассказываю все, что идет. И вот точно так же сейчас мы обсуждали за столь вебинар. Антон, ты сегодня будешь выступать? Ты готовился к выступлению? Антон улыбнулся, ничего не ответил. И я понимаю, что вот это оно и есть. Когда ты говоришь от сердца, говоришь от души, говоришь то, что ты чувствуешь. Да, да, 7 апреля был старт марафона. Это был день рождения моей бабушки. Я очень люблю эту дату. Мам, я вам аплодисменты сразу! Заходят на марафон сразу, да? Кто не был, заходите, там есть чат, канал. Все, можно посмотреть, записи, но, наверное, мы скоро сделаем новое. Что я хотела вам сказать? Что дает вот то, когда вы начинаете проявляться? Вести какие-то свои обучения, вебинары, марафоны, хоть что, не важно. Вы знаете, какую же информацию? Делитесь ею, делитесь проектом, стучитесь к своему наставнику. Говорите, вот я хочу вот это. Наставники, они никогда не откажут. Я всегда пойду на встречу, на помощь и помогу вам реализовать ваши мечты и вам. И самое главное, что мне хочется пожелать. Вот вчера, да, когда мы с вами все встретились, ко мне подходят люди, они меня знают. Мне говорят, Ирина, привет! Нет, ты такая высокая, ты такая гласная. Мы думали, ты онлайн, ты вообще другая. Вот я желаю каждому испытать такое чувство, когда к вам подходят люди, они вас благодарят. А вы, ну как бы, вы понимаете, что? Да, они с проекта, да, они участвуют. Ну, я многих из вас вижу сегодня в первый раз. И вот это прям незабываемо, непредаваемо. Поэтому мой всем совет – проявляйтесь, будьте яркими, светите. И всем просто. Спасибо, Ирина.